Конечно, многих, я думаю, это разочарует, многих поставит какое-то неловкое положение, но я все-таки вынужден об этом поговорить, и вот почему. Некоторое время назад, примерно около двух с половиной, может быть, чуть меньше лет назад, Господь проговорил мне совершенно четко указание «Учи об Израиле». Я не буду сейчас историю всего этого рассказывать и как все это развивалось, я просто хочу поделиться с вами тем, что происходит сегодня. Сейчас дни Песоха, Песох мы празднуем 7 дней, но в традиционных церквях, будем так говорить, евангельских церквях, в России его празднуют вместе с православной Пасхой, то есть будут праздновать его в ближайшее воскресенье, 28-го, соответственно, апреля. И сейчас, вот в преддверии этих дней, мне очень приятно видеть, что очень многие люди пишут поздравления, пасхальные переживания, какие-то записывают видео, но вместе с этим я вижу несколько постов, которые немножечко уводят в сторону Евангелия, хотя там доктринальных заблуждений, конечно, нету, но эти вот мнения, которые там высказываются, они просто от незнания историй. Конечно, на спасение они не влияют, но я хочу подчеркнуть, что в нашей жизни очень важно, надо совмести именно правильное понимание того, что происходит. Так вот, во многих постах я вижу такие упоминания, как, например, взял Иисус чашу, и она была третья по счету, потому что так было традиционно заведено в еврейской традиции, что нужно пить три чаши, и третья из них – это чаша спасения, и он благословил ее и передал. Смотрите, еврейские традиции празднования Бесаха зародились в тысяча, по-моему, если я не ошибаюсь, в 320 году нашей эры, то есть через 1300 лет после того, как все эти события пасхальные происходили. И очень важно понимать, что тогда на столах не было никаких трех чаш. Там был барачек этот самый ягненок, зажаренный на огне, там было все, с чем он был приготовлен, потому что тогда эта традиция пасхальная, хотите прочитать, как она готовится, прочитайте исход. Вот, и там стояла чаша вина, и у каждого своя, это в лучшем случае, а если совсем, ну, будем говорить, семья не богатая, то стояла одна чаша большая, из которой пили по очереди, все ее передавали по кругу, и все возлежали вокруг стола. То есть, понятно, что на столе жил хлеб, кстати, не факт, что это было у отца, потому что Иисус ел пасху со своими учениками заранее, то есть за день до наступления Бесаха, и тогда, соответственно, возможно, на столе у него у отца не было. Мы точно не знаем, но, по крайней мере, написано, что он преломил хлеб, потому что если бы он преломил не хлеб, то что-нибудь было написано другое. Ну, предположим, там была у отца, это не суть важна. Я просто хочу, чтобы, когда вы праздновали праздник Бесах, вы не забывали о том, что наша Пасха Христос, и совсем не важно, какая была по счету эта чаша, вы помните, что на самом деле вино здесь, в Израиле, и вообще на Ближнем Востоке никогда не подавали как средство опьянения, это всегда была просто добавка к еде, это как соус, здесь всегда и до сих пор продают вино к мясу, к мясным блюдам, это как часть трапезы. И понятно, что вино, оно и в Ветхом Завете частично, а уж в Новом-то тем более, говорится, как, они преподносятся, как кровь земли. И хлеб, он, когда произносится благословение на хлеб, произносится, как хлеб, выращенный из земли. А мы знаем, что человек, тело его было создано первого человека из земли. Поэтому в переносном смысле, конечно, Иисус говорит, это есть тело мое за вас ломимое. Он не имел в виду, что это лично его тело за нас ломимое, хотя мы да знаем, и да, и аминь, здесь никакого не может быть двойного значения. Потому что написано в Исаии 53 главе, что он своим телом понес все наши грехи, все наши немощи и болезни понес своим телом на крест. Но в данном случае он говорит, что это тело того самого последнего человека, которое за нас ломимое, за наши грехи. И он преподносят это, как тело, которое было, как и наше тело, взято из земли. И в то время не было каких-то там определенных традиций пасхальных. Пасху соблюдали исключительно так, как написано в книге Исход. И поэтому простите, конечно, что если я сейчас этим видео, может быть, испортил вам праздник, возможно, вы их уже приготовили и поставили 4 чаши, пейте 4 чаши вина. Я надеюсь, что вы пьете вино, будем так говорить, не для того, чтобы употребить алкоголь, а для того, чтобы соблюсти традицию. Я знаю, что так вот у вас это и происходит на самом деле. Но почему я на этом заостряю внимание? Церковь пытается сегодня измениться перед еврейским народом, и очень много разных вещей, которые были взяты уже из традиционного еврейства, из иудаизма, вернее, будем говорить, сегодня происходят в церквях. Это нормально, на самом деле, когда церковь воспоминает о своих иудейских корнях, о еврейских корнях. Но просьба к вам. Просто соблюдайте Песах, соблюдайте Пасху, праздник нашего спасения из игородства. Ведь это Иисус стал нашей Пасхой. Он – агнец, заклонный от создания мира за наши грехи. Пусть Господь вас обильно благословит. Пусть ваша Пасха будет истинной, и это будет день выхода вашего из дома рабства.